Продолжение следует... Такое краткое сообщение, больше похоже на рекламу, приглашение к участию в тестировании онлайн-курса, который связан с обучением анимации. Мы ее используем сейчас в качестве научной и образовательной анимации. А вообще-то она очень широкий имеет спектр. Есть маленькие стартапы в Америке, которые сейчас начинают бурно развиваться. И входят в огромные темпы их жизни. И вот я занимаюсь этими вещами как раз. Это совершенно бесплатный стартап на начальном этапе. Потом там начинаются всякие подписки, которые дают очень хорошие гарантии. С очень простым онлайным аниматором, то есть ничего не надо на компьютер ставить, нужен только интернет и ноутбук или компьютер. На котором можно прям мышкой рисовать, создавать собственные мультики. Ну практически без всякого первоначального навыка. Очень хорошая идея у них использована. Есть масса преданимированных объектов, которые можно использовать в своей анимации. Я вот занимаюсь тем, что такие объекты сейчас, библиотеку таких объектов создают по физике, по химии мы еще не начинали этого делать. Для начальной школы, для английского языка, для вне классной работы. Вещи эти. Очень удобно этими программами заниматься с детьми. Не учить взрослых людей преподавателей, которые уже с трудом все это воспринимают. А использовать преподавателей как руководителей детей, которые очень легко все это осваивают и быстро могут все это сделать. Допускается онлайновый режим, который позволяет распределить роли между создателями роликов. Кто-то пишет сценарий, кто-то занимается самой анимацией. А одна из самых интересных вещей – это озвучка, когда они прям душу все вкладывают, когда и поют, и на разные класса изображают своих персонажей. Могу показать пример анимации по физике. Да, есть уже интерактивность введена сюда. То есть вы делаете не просто мультик, а интерактивный мультик, где можно... использовать, ну, составлять всяческие тесты буквально. Причем тесты, которые можно делать ветвящимися, отвечая на один вопрос, тебе попадает... Одним способом попадает в одну ветвь программы, отвечая на другой, попадает в другой ветвь программы. И тесты, где не надо выбирать ответы, но надо производить какие-то действия. То есть даже химический опыт, я думаю, здесь можно будет очень хорошо сделать. Один вечерник у меня буквально пришел домой и щетку распилил, для того, чтобы определить, какая щетка перетянет. После того, как бы равновесили, распилили пополам. И оказалось, что... Экспериментально определил, что... Часть, которая поменьше, будет больше весить. Они не будут одинаково весить, не будет длинная часть весить, а будет весить эту часть. Дается такая затравка, а потом идет объяснение вот такого эффекта. Делается все это очень быстро. Делается все это очень просто. Я вот в сайт, ссылку на этот документ я выложил в Фейсбуке. В Фейсбуке очень легко запомнить название сайта. Называется «Аниматрон по-русски». На этой страничке закреплена страничка с этим документом, который сейчас показывал, со всеми интерактивностями. Можно сюда зайти, найти мои контакты. И прямо написав в Фейсбук или в Гугл Плюс, в котором тоже точно такое же сообщество есть, выйти на совместную работу. Для вас это совершенно бесплатно все, для учеников тоже бесплатно. И начинает сейчас выходить свет онлайн-курс, который можно одновременно тестировать. Это будет занимать в неделю времени час, наверное, от человека, который будет заниматься. Напрямую связь с руководителем этого проекта, руководителем курса. И полная поддержка. Полная поддержка не только с нашей стороны, с российской, но и со стороны американских коллег, которые занимаются этим. Здесь у меня заготовлены такие бумажки со ссылками. Можно их взять. И стикеры этой программки «Аниматрон». Собственно, все, что я хотел сказать. Если у кого-то есть интерес, можно взять это и попользоваться. Будем ждать сотрудничества. Все это делается под эгидой нашего просветительского центра «Знания НМ». От преподавателей-школьников ничего не требуется. Можно своих школьников снять, обучиться. Вот это сертификат после этого. Сертификат американской компании. Генератор видеооткрыток, который работает и на десктопе, и на ноуте, и даже на вашем телефоне. Запускаем программу. Сервис, который позволяет это делать. Написано «Список действий». Мы должны выбрать фон, который у нас справа сейчас показан. Потом выбрать персонаж, который появится здесь при нажатии такой кнопки. Либо мужской, либо женский. Ввести текст. И разостать нашу открытку в соцсети. По пунктам начинаем действовать. Выбираем фон. «Летающие острова». Выбираем персонажа. И вводим текст. Текст, который будет либо просто написан, либо будет произнесен text-to-speech. Можем послать с твиттер, а можем послать на фейсбук. Можно проверить. В Google Plus создано сообщество с точно таким же названием «Аниматрон» по-русски. Здесь я хочу показать вам сервис, который получился из сотрудничества с питерскими учителями педагогического клуба взаимодействия. Гифки, которые можно вставлять в электронные работы учащихся, оценивая эти работы с помощью рисунков гиф анимированных. Рисунки сами созданы в аниматроне. И один из уроков будет посвящен тому, как создать такие оценки. для того, чтобы пополнить общую базу. Можно отсюда копировать рисунки сколько угодно, скопировать себе на диск, копировать себе на флешки и использовать прямо этот ресурс, который открыт. Выделяем рисунок, копируем его и заходим в какую-то работу, которую мы сейчас смоделируем. в электронную работу учащегося, который он сдал нам на проверку. Вставляем сюда вместо скучной оценки анимированную. И даже двойка, которая здесь сейчас показана у нас, осталось всего два репестка в ромашке, не вызывает таких отрицательных эмоций учащегося. Ну, или, по крайней мере, разбавляет их. Продолжение следует...